Премьерская партия выиграла выборы, а кабинет, который он возглавлял, рассыпался почти до основания. С им не избрались в партии 8 из 13 министров. А один министр, хоть его партия в парламент прошла, портфель потеряет. Что будут делать министры, уходящие из правительства, выяснял Даниил Смирнов. Это кабинет министров Кришини Сакаринша. В нем 13 министров, помимо самого премьера. После выборов в 14-й Сейм уходят аж 9 министров. В основном от тех партий, которые не прошли перевыборы. От консервативных уходит Янис Борданс, Анита Мужнице, Талис Линкайтс, Гатис Эглитис. От партии «Развитие за» Артурс Томс Плэшс, Даниэль Павлюц, Артис Пабрикс, Кристопс Эклонс. И что самое интересное, также уходит один министр от партии, которая победила на выборах. Это Янис Рейерс. Министр финансов Янис Рейерс набрал слишком много минусов и переизбраться не смог. Партия решила не брать его и в правительство. Политолог Филипп Раевский считает, что по заслугам. Экономика при единстве не были лучшие времена. Несмотря на то, что это и ковид, можно всегда сделать на это скидку. Но все-таки общество не удовлетворено тем, что происходило в экономике. И я думаю, он за это понес и наказание. Чем собираются в недалеком будущем бывшие министры заниматься? Отозвались на запросы РусЛСМ далеко не все. Например, министр обороны Артис Пабрикс по поводу своих планов ответил по СМС. Когда они будут, тогда скажу. Министр внутренних дел Кристос Эклонс на своей должности проработал всего лишь несколько месяцев. Не жалеет ли он о потерянном времени? Ни в коем случае. Ни один момент. Это был настолько сильный вызов и профессиональный, и эмоциональный. Я столько научился, сколько, наверное, нормальной жизни мне бы на это годы ушли. Это того стоило. Кристос Эклонс – генерал пожарно-спасательной службы. Однако возвращаться на прежнюю работу он не хочет. С политикой тоже пока не ясно. Вопрос остается открытым – генерал или политик? Семьянином, в первую очередь, по-моему, хочу быть, потому что когда ты генерал или политик, тогда больше всего страдает твоя семья. Министр среды и регионального развития Артур Стомс Плэшс не намерен покидать политику после фиаско на выборах. Я молодой, и время покажет. Из-за этого жизнь не кончается. Одновременно понятно, что в том или ином амплуа я продолжу выполнять свои обязанности. От консервативных сегодня ответил только министр сообщения Талис Линкайц. Лично он не отделяет свою судьбу от судьбы партии. Наша партия – это долгосрочный выбор. Мы не собираемся уходить из политической арены. Потому что я надеюсь и думаю, что мы будем продолжать активно работать в тех самоправлениях, где мы имеем свои депутаты, а также участвовать в выборах Европарламента и самоправлений. Что же касается проигрыша партии на выборах, то он связывает ее с потерей сильного лидера партии – Юта Стрите. Одна из наших лидеров Юта Стрите, к сожалению, ушла из жизни. И мы за это время не смогли показать нашим избирателям наши новые лидеры, которые выросли. Кто из оставшихся министров точно сохранить свою должность, так же пока сказать трудно. Одно известно более-менее определенно – формировать новое правительство и набирать новую команду будет Криши Нескаринч. Данил Смирнов, Андрис Приедетис, Русал Сэм.